Только за минувшие сутки в Донецке погибли четверо мирных жителей. Снаряды залетали в дома и пассажирские автобусы. Тем временем боевики продолжают захватывать учреждения города. Так в их список добавился хозяйственный суд, консульство Чехии и Польши, а также спортивный объект РСК Олимпийский. Капец, как оно... Ох, хрень. Ля, вон он, полетит. Это, ты слышишь, летит, твою мать, летит гребаный снаряд через раз, твою мать. Удары тяжелой артиллерии пришлись на Куйбышевские и Киевские районы. Там разрушены дома и офисы. Сгорело 67-е ПТУ. А в Петровском районе снаряд попал в автобус с людьми. Погибла пассажирка. Инцидент произошел в 10 часов 40 минут в Петровском районе на остановке Брикетная. Автобус номер 42 двигался в сторону центра. По словам водителя, в салоне находилось около 10 человек. Есть подтвержденная информация о гибели женщины. И пока что неизменная информация остается о том, что один человек получил отходочное ранение. Накануне в Куйбышевском районе снаряды разорвались в помещении СТО. Три человека погибли. Горит. Лежат три человека. Подошли. Они уже мертвы. От арт-удара в Киевском районе пострадал детский сад «Гармония». Разрушена детская площадка, выбиты стекла. А ведь недавно в этом учреждении сделали ремонт. Также боевики продолжают захватывать учреждения Донецка. Автоматчики наведались в хозяйственный суд, консульство Польши и Чехии. Под контролем ДНРовцев спорткомплекс «Олимпийский». В Донецке террористы и российские военные продолжают захватывать административные строительства. Так, вчера террористы захватывали спорткомплекс «Олимпийский», дом Государственного суду Донецкой области и строительства консульства Республики Польши и Чехии. Под огнем артиллерии сегодня не только Донецк. Боевики обстреляли еще 16 населенных пунктов региона. В Донецкой области обстрелы зазнали Авдіївка, Жданівка, Нижня Кринка, Тоненьки, Славне, Попасне, Оленівка, Майорське, Верхньоторецьке, Дебальцево, Малоорлівка, Мар'їнка, Комишуваха, Криничне, Путепровід, Гранітне, Рідкодуб, аэропорт Донецк и Курган, Остромогила. Анастасия Певна, телеканал «Донбасс». Боевики обстреливают подконтрольное украинским военным территории Луганской области под атакой 5 населенных пунктов. Подробности у Анастасии Пугач. Несмотря на перемирие, в Луганской области не прекращаются артобстрелы. От огня боевиков вновь пострадали города Счастье и Золотое. Найбільшу активність ворог проявляє на Донецькому та Луганському напрямках. У Луганській області. Станиця Луганська, Донецький, Міус, Центральний, Счастье, Чорнухине, Золотое. Там, де воцарилась относительная тишина, жители начинают самостоятельно восстанавливать дома. Как-то так чинят, если надо быстро в Луганске убрать последствия. Население Новосветловки – всего 2500 человек. Начале августа этот населенный пункт заняли украинские военные. Однако позже силы АТО получили приказ покинуть поселок. Боевики буквально поливали его снарядами из арт-орудий. Сегодня на улицах Новосветловки сгоревшая украинская техника. Вместо домов – руины. Короче, она сбита всё. Здесь вообще две палаты соединились в одну. Медсестра Татьяна рассказывает, до войны в местной больнице сделали ремонт. Теперь здание практически полностью разрушено снарядами. Некоторые стены рухнули. Нам пришли, разбомбили, нас бомбили со всех сторон. Кто, за что, мы до сих пор не понимаем, местные жители. Честно. Это вообще, у нас было самое отремонтированное здание здесь. Мы остались теперь без работы и без ничего. Этот детский садик также отремонтировали недавно. За счёт немецких меценатов. Местные жители спасались в подвале здания от арт-обстрелов. В надежде, что прочное кирпичное строение выстоит. Однако ошиблись. Вспоминая бои, Вера Михайловна не может сдержать слёз. Да не дай бог, страшно. Прятались, как вот у собаки. Ползали кругом. То там, то в садике, то в подвале. И вот и всё. И пережили. Дети новосветловки вместо плюшевых мишек и машинок играют с тем, чего на войне вдоволь с оружием. Семилетний Саша уже научился обращаться с пистолетом. Занявшие новосветловку боевики и сами не отрицают того, что именно их артиллерийский огонь стал причиной разрушений в посёлке. Всё-таки досталось, потому что где-то неправильные расчёты, где-то как-то... Это война. Даже на учениях ошибаются. А на войне... Не меньше пострадала и соседняя хрящеватая. Боевики обстреливали позиции украинских военных в этом посёлке около месяца. Местные жители не могут сдержать эмоции, осматривая то, что осталось от их квартир. В самом Луганске тихо. Местные жители сообщают, на улицах стали появляться автомобили, заработавая общественный транспорт. Однако в домах лугачан по-прежнему нет воды. Те, у кого есть деньги, покупают питьевую воду, которую подвозят в цистернах во дворы многоэтажек. Те, у кого закончились наличные деньги, вынуждены набирать её из пробитых снарядами городских труб. Воды нету. Связи у нас нету. Мы отрезаны от мира. Мы ни с кем не можем общаться. Ни с родными, ни с близкими. Мы находимся в кольце, в блокаде, в изоляции. Третий месяц уже. Видимо, жизнь не есть. Но на самом деле, опять-таки, как можно существовать без света воды, элементарных, да, в луах. И, кроме того, нет никакой практически работы. Люди просто заняты каждый день поиском воды, поиском какой-то еды, походом на рынок и улицу за какими-то овощами. Потому что приходят люди каждый день покупать еду, где-то в холодильнике. В холодильнике сейчас не работают. Но, тем не менее, в магазине кое-где работают небольшие магазинчики. И там даже была колбаса. Местные жители сообщают о том, что в Луганске стал появляться свет. А в соцсетях пишут о том, что на улицах города даже заработали светофоры.